Мы рады приветствовать вас в этот рождественский вечер В студии Ирина Левчук И сегодня корреспонденты информационной программы «Итоги недели» Решили отойти от традиционной подачи событий недели Рассказать о проектах, о людях, которые в канун светлого праздника Всех православных Рождества Христова дарят окружающим свою доброту Не оставляют в горести тех, кто нуждается в помощи, заботе и поддержке О людях, которые творят благо На наш взгляд это то, что так необходимо всем нам сегодня В совсем немирное время Когда для каждого из нас так важны такие понятия Как мир, доброта, сострадание Новогодние и рождественские дни – это то время Когда представители самых разных организаций и структур Все чаще выходят из своих рабочих кабинетов Чтобы стать сопричастными с самой доброй миссией Посетить детские дома, интернаты и больницы В Брестском хосписе в эти дни прошла добрая благотворительная акция Под говорящим названием «От всей души» Это новый масштабный белорусский благотворительный проект Инициированный главой государства В гости к тяжелобольным пациентам и медперсоналу хосписа Приехали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Они привезли с собой теплые рождественские поздравления Праздничное настроение и, конечно же, не обошлось без подарков Насколько теплой и душевной получилась встреча Расскажет наш корреспондент Людмила Логодич Если ни облучение, ни медицинское вмешательство, ни лекарство Не остановили коварную болезнь Человека, который прикован к постели И порой проживает свои последние дни в земной жизни В нашем городе Не оставит наедине состраданием и страхом смерти Для этого и существует хоспис Дом жизни Главный девиз которого – милосердие Наш хоспис существует уже 4 года Открыт был в октябре 2018 года За это время прошли лечение 2,5 тысячи пациентов Мы уже обрели значимость Нас уже знают в городе Хорошие отзывы от наших пациентов и от родственников А все потому, что к пациентам здесь очень бережное и чуткое отношение Как к своим родным Работать сюда приходит только по зову души и призванию А потому персонал здесь особенный Эти люди заботятся о том, чтобы уменьшить боль и страдания каждого пациента И всегда готовы оказать психологическую и духовную поддержку Здесь просто особенный медперсонал Ну очень внимательно Ну как можно сказать Коллектив подобран главврачом Наверное и собеседование проходит перед принятием на работу Психолог здесь есть, тоже очень беседы проводит Чтобы поблагодарить за этот тяжелый, не каждому посильный труд Замечательный медицинский персонал, сотрудников и главного врача Подарить пациентам ощущение праздника В эти дни с милосердной миссией хоспис посещают многие неравнодушные люди Среди них и депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Гости уже не впервые приезжают с подарками Привозят с собой полезные фрукты, чай, продуктовые наборы, средства гигиены Поздравляют пациентов, уделяют им такое ценное для каждого внимание И делятся теплом своей души В период новогодних праздников, а также в канун светлого праздника Рождества Всегда хочется делиться теплотой своего сердца с теми, кто наиболее нуждается в поддержке, в помощи Это, конечно же, дети, пожилые и больные люди И поэтому мы традиционно участвуем в таких благотворительных акциях И не впервые посещаем Березскую больницу палиативной помощи, Березский хоспис Для того, чтобы поддержать вот этих тяжелобольных пациентов Создать у них такое светлое настроение И в этом году наше посещение совпало с такой республиканской акцией Которая была инициирована главой государства от всей души В рамках которой поддерживают пожилых, одиноких людей Ну а это как раз большая часть тех, кто находится и в этом заведении Замечательно, что у нас в стране есть такие учреждения И это одно из проявлений нашей государственной политики В прошлом году у нас тоже под руководством Министерства труда и социальной защиты И депутатами Палаты представителей была разработана национальная стратегия Активное долголетие 2030, которая сейчас реализуется в нашей стране То есть вся страна, все государство, оно перестраивается на помощь Такому более пожилому населению И хорошо, что город Брест, наша исполнительная власть Приняла когда-то очень мудрое решение о создании этого учреждения Еще до того, как эта стратегия была принята даже в стране Но самое важное, что и вчера, и сегодня, и в будущем Всегда найдутся неравнодушные люди, готовые прийти на помощь по зову сердца Ведь милосердие, любовь и сострадание – это то, в чем нуждается каждый из нас Людмила Логодич, Эдуард Букнович, Юрий Лимонтович, Итоги недели Годом мира и созидания, как продолжением года исторической памяти, объявлен президентом Беларуси 2023 год И это обосновано Ведь слова «война», военные действия стали так близко звучать в нашей мирной стране А людям в большинстве своем нужно мирное сосуществование Людям каждой страны просто нужно строить дома и взращивать хлеба Ухаживать за стариками, растить, беречь, сохранять жизни своих близких, родных, своих детей Для тысяч украинцев сегодня это самое главное Для всех белорусов боль братского народа – своя боль И наша страна стала вторым домом для украинцев, которые сегодня в статусе беженцев Но помощь нужна и тем, кто в зоне боевых действий В канун Рождества представительницы Белорусского союза женщин Отправили очередной гуманитарный груз для детей Украины Есть хорошее выражение – в любой стране мира на любом языке дети улыбаются одинаково А чтобы дети улыбались, им создают праздники Новогодние, рождественские и не только праздники Детям оказывается помощь, инициаторами которой становятся представительницы Белорусского союза женщин Когда объявили эту акцию, все наши первичные организации, районные, городские Откликнулись, наши женщины белорусские с отрытым, чистым, добрым и теплым сердцем Приняли активное участие, несмотря на занятость, на множество мероприятий, новогодних праздников Буквально просто загорелись глаза у женщин и собрали большое количество новогодних подарков Самый милосердный народ на планете – это женщины, и именно их сердца болят о людях Сегодня – о детях Украины Ведь каждая из представительниц Белорусского союза женщин – мама А потому каждая из них так хочется подарить частичку теплоты своей души Теплые колготки и носочки, средства личной гигиены, детское питание и многое другое Было собрано этим слабым, но при этом таким сильным полом – нашими белорусскими женщинами для детей Украины Поступили эти такие подарочки яркие, красочные от наших регионов Мы сегодня отправляем их на Минск, ну и соответственно в Минске уже будут формироваться и направляться по назначению Нашу страну, наш народ можно считать настоящими донорами милосердия и сострадания Ведь белорусы поддерживают людей из Украины, вынужденных бежать со своего родного дома А потому не зря наступивший 2023 год в Беларуси объявлен годом мира и созидания Сотни лет творчество давало людям равную возможность проявить себя Известны тысячи выдающихся художников, литераторов, композиторов, певцов и музыкантам, которым то или иное заболевание не помешало достичь высот мастерства Именно такие люди – выпускники Бресской вспомогательной школы, есть и в мастерской Керама-арт Несмотря на то, что жизнь у них не совсем простая, они искренне радуются Ведь у них появился шанс реализовать себя, доказать, что они могут и умеют многое В предновогодние и рождественские дни случилось настоящее чудо Миша, Паша и Вике поступил масштабный заказ на изготовление подарков для предприятия «Санта» Что за заказ и справились ли ребята с работой, узнаем в следующем сюжете Вот уже 14 лет в городе над Бугом работает одно уникальное предприятие – Керам-арт Маленькое помещение, заставленное посудой разной степени готовности, освещает тусклый свет ламп Два юноши – Паша и Миша, а также девушка Вика занимаются каждой своим делом Спокойные, точные движения, минимум суеты Все молчат, но такой отлаженный с виду механизм был не всегда В самом начале пути Василий Борисов, директор мастерской Керамар, столкнулся с проблемой Многие люди с инвалидностью не хотели работать У них есть пенсия, они научились на нее жить От них никто ничего не требует, нет никаких обязанностей Родители окружают их заботой, жалеют и никуда не хотят от себя отпускать Миша и Паша пришли к нам довольно давно Они уже работают в мастерской более 15 лет Мы их заметили, скажем так, прямо в вспомогательной школе Вот Паша занимался в одном из кружков Как-то на занятии кружка я подметил Вот такого небольшого роста, худенького мальчика Но очень такого сконцентрированного на своей работе И когда они закончили школу, у нас очень тесные контакты с вспомогательной школой Мы предложили им пройти у нас реабилитацию Вика, немножко такая сложная история То есть Вика к нам приходила несколько раз Первый раз она к нам пришла сразу после школы Но как-то так не сложилось Она проработала у нас год или два Я обратил внимание, что особой мотивации работать у нее не было Вот не всех это ей нравилось В коллективе немножко не очень клеились отношения у нее И второй раз она к нам пришла уже после того, как она вышла замуж Родила ребенка Это был уже совершенно другой человек То есть у нее была уже совершенно другая мотивация в работе Предприятие КерамАр делает разнообразную продукцию для туристического рынка Кружки, тарелки, магниты, с кербами городов и изображениями исторических мест Все эти товары делает необычный коллектив В этой мастерской, которую еще называют социальным кооперативом Работают люди с инвалидностью Для многих из них труд здесь уникальный способ социализироваться и обеспечить себя Мишина мама подсказала, что тут есть такая вот возможность тут поработать И мы сюда пришли с мамой И так и началась профессия керамики для людей Чтобы им понравилось, чтобы они могли пользоваться нашими изделиями, товаром Когда я изначально пришла, это было много лет назад Когда я пришла, мы делали сувениры Это было очень интересно, потому что сувениры расходились не только по всей Гелоруси Но и за границей Мне всегда казалось, что я делаю, например, какую-то там кружку И эта кружка будет стоять у кого-то дома Какое-то тепло от нас отходить, будет переходить Я горжусь, что мы делаем такую посуду, мне она очень нравится Бывает, иногда кто-то хочет заняться другим, а вышло такое Ну, смотря, что нравится заливать-то А что вам больше всего нравится заливать здесь? Ну, это, скорее всего, с вазами, кружками Мастерская часто участвует в различных проектах и получает поддержку от организаторов Это также позволяет изучать и применять новые технологии на производстве Одним таким чудо-проектом для ребят в предновогодние рождественские дни Стал масштабный заказ от предприятия «Санта» В прошлом году нам повезло К нам обратились представители группы компании «Санта» С таким предложением Не можем ли мы что-то предложить Вот на новогодние подарки для сотрудников, для партнеров Вот эта работа продолжалась очень долго На каких-то этапах мы даже думали, что мы не попадем То есть выберут, потому что, ну, это, я так понимаю, выбиралось на конкурсной основе Ну, в конце концов, где-то летом мы уже понимали, что нам повезло И мы сможем принять участие в этом проекте Были очень сжатые сроки И, ну, в общем-то, ответственность мы понимали Что на кону наша репутация и репутация группы компании «Санта» Поэтому было действительно очень волнительно Мы к этому очень серьезно готовились Ну, да, было физически, наверное, было тяжело Но, с другой стороны, мы были, в общем-то, очень рады Что у нас такая работа серьезная Мы благодарим «Санту» за то, что такое крупное предприятие Доверило нам сделать сувернир для своих сотрудников Это очень приятно и важно для нас Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович Специально для программы «Итоги недели» Настоящий подарок для всех дачников, садоводов и огородников Бреста В эти зимние праздничные дни подготовило Открытое акционерное общество «Минск. Сорт. Семь овощ» В самом центре города по улице Кирова, 26, распахнул свои двери Новый садовый центр торговой сети «Насене» Брещанам и гостям города здесь предложат Самый широкий ассортимент продукции для сада и огорода Все мы знаем, что самые вкусные, натуральные и полезные овощи Зелень, фрукты и ягоды Именно те, которые с любовью и заботой выращены своими руками А так как совсем скоро садоводы и огородники Дачники, любители и профессионалы Приступят к работе на своих земельных участках Им уже сейчас стоит подготовиться, закупить инвентарь Семена, удобрения и многое другое Все это и в широком ассортименте они найдут в новом садовом центре «Насене», Который открылся в Бресте по улице Кирова, 26 В нашем магазине мы предлагаем около 40 сортов перцев Различных сроков хранения, созревания, цветов и формы плодов Более 100 сортов и гибридов томатов Среди классической белокочаной капусты Можно встретить брокколи, бруссельскую, пекинскую и популярную цветную капусту В удивительных расцветах фиолетовых, бежевых Среди огурцов можно найти как полюбившиеся сорта и гибриды Родничок, либела, веросень, так и новинки самопыляемых гибридов В ассортименте предприятия более 3000 наименований товаров для сада и огорода В том числе семян порядка 600 сортов и гибридов овощных культур Более 400 разновидностей цветочных культур И все это по самым доступным ценам Ведущими поставщиками продукции являются мировые производители и селекционеры Из Голландии, Германии, Дании, Польши, России, Молдавии, а также отечественные компании Первые покупатели уже сумели оценить качество, ассортимент и высокий уровень обслуживания Шел я с поликлиники, увидел вот этот центр, я тут никогда не был Ну вообще-то так, снаружи это все так выяснилось, ну зайду, посмотрю А у меня живу на Киевке, у меня свой огород, есть своя теплица Ну здесь вообще обслужили меня хорошо Консультант подсказал, что, ну я посмотрел то, что у меня есть, я чем пользуюсь Подсказали что-то хорошее Посоветовали зайти, первый раз здесь нахожусь, пока очень доволен, видите, уже первую покупочку сделал Здесь даже самый взыскательный садовод и огородник найдет все необходимое, чтобы вырастить и сберечь урожай Начиная от садово-огородного и поливочного инвентаря, частного и профессионального назначения, средств защиты от болезней и вредителей Минеральных и органических удобрений по сезону, семян газонной травы и многого другого А доброжелательный, компетентный персонал всегда поможет определиться с выбором В магазинах на сене представлен сам большой ассортимент лука-севка в Беларуси Около 10 сортов и гибридов В период с февраля по май покупателям предлагается семенной картофель высокого качества, элитной и суперэлитной репродукции Не оставит равнодушными и разнообразный ассортимент цветов Астры, петунии, цинии, настурции и многие другие цветочные культуры всегда в наличии У нас в Бресе таких магазинов, наверное, такого масштаба именно для дачников еще не было Очень большой выбор, расположение отличное Кстати, колхозный рынок у нас совсем недалеко, поэтому те, кто будет знать, где находится магазин Очень удачно будут сюда заходить Остановка общественного транспорта прямо рядышком Поэтому я думаю, что он будет пользоваться популярностью В этом уверены и все сотрудники садового центра на сене Ведь основной принцип работы предприятия – предлагать высокое качество продукции по очень доступным ценам Каждый покупатель найдет здесь товар по душе и по карману Приходите и убедитесь в этом сами А торжественное открытие со скидками и подарками состоится 10 января в 10 утра Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ Творить добро Как это важно и как это нужно всем нам И дающим свое тепло и получающим его И следующий сюжет о добре и о тех, кто стал никому не нужен Что называется «Поиграли и выбросили» Это я и бездомных животных, которые все-таки нашли дом и стали нужными, не безразличным людям Предновогодние и рождественские дни волонтеры городской организации БРСМ провели акцию Тоже благотворительную, под говорящим названием «Дай лапу» Их не нужно просить дать лапу Они тянутся через прутье варьера к человеку, как бы прося «Забери меня с собой, мне так хочется, чтобы ты стал моим хозяином» И грустно смотрят вслед уходящему человеку А другие, гордо восседая в своих будках, не обращают на людей никакого внимания Видимо, обида зашкаливает Говорят, слышен веселый собачий лай Нет, здесь в приюте Доброта собаки грустят и лай у них какой-то грустный Хотя именно в Доброте они нашли и кровь и пищу Их много, и забот у волонтеров приюта немало Потому помощь нужна всегда и как можно больше Ведь прокормить этот собачий кошачий прайд очень непросто Помогают многие и, приехав единожды, возвращаются И эти молодые люди, которые привезли корм и средства гигиены, вернутся Потому что делали это от чистого сердца И потому что даже мужчины, глядя на этих животных, чуть сдерживали слезы Каждый год наша организация помогает животным И, конечно же, я неравнодушна к этому Потому что животные – это наши братья Это наши, можно сказать, вторые дети За которыми нужен уход, они также требуют внимания Я была немножко удивлена, насколько наши сотрудники неравнодушны к этому И спасибо всем На протяжении месяца Ленинская районная организация БРСМ Проводила акцию Дайлапу по сбору зоотоваров для бездомных, нуждающих животных Резкая пограничная группа не могла быть со стороной данного мероприятия И по всем своим максимумам провела сбор средств И закупила все возможное для наших животных Антон, собачек любите, наверное? Собачек очень любим Как никто другой пограничник должен знать, что такое собака С ней работать, с ней взаимодействовать Это лучший друг для пограничника Мы берем дома милых маленьких пушистиков котят Славных игривых щенят, которые как-то так очень быстро имеют свойство вырастать Они портят мебель, линяют, лают в квартирах, мешают А раз так человек сильный мир сего вышвыривает домашних любимчиков на улицу Вывозит в лес, в другие районы, чтобы дорогу назад не нашли И с этого момента братья наши меньше становятся бомжами А еще они не нужны тогда, когда превращаются в стариков А старики болеют, глохнут, слепнут У них отказывают лапы, и тогда тоже вон И вот тогда эти лорды и герцоги Шарлоты и Миледи, Арчибальды и Бетховены Какие знатные имена, теряют свой дом А домов престарелых для собак пока не придумали Ну что? А вот так гостей встречает красавица Белла Которая живет в мини-госпитале Нины Осиповой И таких, как Белла, в доме этой женщины 50 В большинстве своем больные животные Кто-то уже оклемался после жестокого обращения Кого-то еще лечат, а кто-то умирает Грустную историю про каждого питомца Нина Владимировна рассказывает спокойно Наверное, человек просто или он раздается со страданием Либо его нет и не будет уже никогда Просто человек смотрит на свою собаку, которая погибает И он не оказывает ей помощь Ему не жалко А у меня, знаю, что на Минском море бродит сейчас Пес слепой, глухой Я его вот не могу забрать И я чувствую его боль, понимаете? У меня болит сердце, потому что у него сердечная недостаточность И болит сустав, потому что у него артроз сустава Тот человек, кто жесток к животным, также ведет себя и с людьми Мы можем судить о характере человека по его отношению к братьям нашим меньшим Маленькая Лола, любимица хозяйки, умирала на глазах у «очень добрых» людей Назвавших эту кроку очень злобным псом Нина Владимировна ее выпистывала и никому уже не смогла отдать Вот это такой страшный был пес, что семья боялась вся выйти Вот, и она оказалась еще слепой И она живет у нас уже 5 лет вот с тех пор И подружкой стала И у меня из-за вот проблемы со спиной болит нога И она сегодня вечером приходит, мне эту ногу лизнет Она понимает, да Я очень люблю животных И родилась буквально 2 года назад идея О том, чтобы реализовать в Ленинском районе данную акцию благотворительную И на наше большое приятное удивление в этом году к нам подключилось еще больше молодежи И предприятия, организации района, и учреждения образования И вот сегодня мы здесь для того, чтобы сделать такое доброе дело В эти новогодние рождественские дни мы говорим о добре, милосердии, любви к близким, родным, любимым Но стоит помнить, что и братьям нашим меньшим наша любовь тоже очень нужна и очень важна Я скажу вам всем, что ваша помощь дает мне жизненные силы Ну это реально, это не слова такие, но какая-то фраза взятая из Откуда-то Откуда-то там, да Потому что когда я понимаю, что я не одна Но мне иногда, ну мне действительно, вот я появляется какая-то энергия Я понимаю, что я делаю что-то такое, что ну кого-то еще там интересует Лариса Смолович, Эдуард Букунович и Юрий Лемонтович Специально для программы «Итоги недели» Сегодня православные во всем мире отмечают один из самых главных и светлых христианских праздников Рождество Христово Оно всегда несет в себе ощущение тепла, уюта и любви Именно на Рождество мы собираемся всей большой семьей и угощаемся рождественскими блюдами Общаемся, даря друг другу самые теплые слова Сердечные и искренние поздравления с Рождеством Христовым звучали сегодня во всем городе Это праздник мира и добра, символизирующий воссоединение Бога и человека Этому великому событию предшествует сорокодневный пост, а вечером в рождественский сочельник в храмах начинается праздничное богослужение Для миллионов людей Рождество стало символом приобщения к неизменным ценностям христианской жизни и духовности В сложном современном мире не меркнет величие и возвышенность волнующего торжества Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда Для нас Рождество – это такой маленький праздник Мы ощущаем все какое-то чудо, то, что пришел Иисус Христос Но еще празднуется зимой, когда снег – это есть какая-то красота, какое-то таинство есть Поэтому это всегда праздник для нас Я пожелаю всем, чтобы у каждого в сердце родился Иисус Христос Чтобы мы были со Христом и радовали всех остальных Чтобы мы всегда были рядом, оказывались, чтобы мы помогали друг другу Рождество для меня – это как праздник, это когда родился Иисус Христос Мне кажется, это самый большой праздник в мире, самый лучший Я считаю, что этот праздник волшебный и главное чудо у всех происходит в душе Рождество – это один из самых главных праздников на сравнении с Пасхой Потому что это рождение Иисуса Христа, это один из почитаемых праздников церкви Самый такой главный Чувствуется чудо свято, готовимся к нему всегда, как к самому необычному Рождество дает испытать это счастье, что понять, что ты становишься лучше, ты движешься к лучшему, что ты каждый день с Богом И что вы хотите пожелать всем людям? Счастья, всегда быть с Богом, никогда не унывать, всегда оставаться самим собой и двигаться только к лучшему Рождество – это прекрасный праздник, мы всей семьей его ждем и приходим на службу Я считаю, что Рождество – это самый мирный праздник и желаю всем людям здоровья и мира Чудо – то, что Христос родился, это чудесный и волшебный праздник Это чудо и праздник, Христос пришел на землю, чтобы спасти нас от грехов, дать возможность искупить свои какие-то плохие поступки Это свет и радость для всех людей и для нас в том числе Рождество Христово – это неизменная ценность христианской жизни и духовности Это удивительное время, время, когда человеческое сердце наполняется ожиданием чуда, и чудо происходит Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой Мы больше дарим добро и любовь своим близким и родным, становимся лучше, а самое главное – ближе к Богу Возлюбленные, о Господи, боголюбивые пасторы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного послал, дабы каждый имел жизнь вечную Тайну Боговоплощения понять несовершенным человеческим разумом невозможно Она понимается через призму крепкой веры, несумненной надежды, деятельной любви Той любви, которая не превозносится, не раздражается, не гордится, не ищет своего, не творит зла Той любви, которая имеет жертвенность в себе, той любви, которая ведет за собой, той любви, которая есть Бог Именно если мы будем иметь эти добродетели в своем сердце, в своей жизни руководствоваться ими Праздник Рождества Христова будет для нас радостным Праздник Рождества Христова будет для нас светлым Мы будем понимать, кто есть Бог Ангелы воспели песнь «Слава в вышних Богу и на земли мир в человеческих благоволении» Да, живя теми добродетелями, о которых я сказал, верой, надеждой, любовью Мы будем славить Бога Мы будем иметь мир в своем сердце И тогда между нами, людьми, будет благая воля в нас и через нас В наших ближних, в нашем обществе В мире Мир достигается чистотой сердца И если сердце чисто, мы видим Бога А в том сердце, в котором есть Бог, там нет греха Нам так не хватает в наше время мира, любви, уважения друг к другу И нам сегодня всем важно понять, что Христос пришел для того, чтобы вселить в наши сердца мир, любовь, единение, уважение И если мы будем исполнять Его заповеди, тогда действительно мы Божии Поэтому, дорогие братья и сестры, я призываю всех нас к миру, к любви, к единению, к уважению друг друга, к любви своего земного Отечества Я призываю всех нас к тому, чтобы идти по жизни уверенно, но с Богом Надеясь на Его милость, надеясь на Его благословение, надеясь на Его любовь к нам А это так Если мы с Богом, то Господь будет всегда с нами И сегодня в этот праздник Господь стучится в сердце каждого из нас Просит Его открыть для того, чтобы родиться и возрастать вместе с нашей духовной жизнью Откроем свои сердца, пустим туда Богомладенца Христа для того, чтобы созидать Мы призваны к тому, чтобы созидать Разрушает только зло С этим явлением необходимо бороться каждому из нас Поэтому последуем за Богом Последуем за Богомладенцем Христом Будем иметь крепкую веру, несомненную надежду, деятельную любовь И тогда наша жизнь, она будет иметь вечность Мы будем жить здесь со Христом и у вечности с Ним Тогда праздник Рождества Христова, да и каждый праздник, который есть в нашей жизни Будет действительно радостным Мы будем понимать, что есть этот праздник Какова суть этого праздника и к чему призывает этот праздник С праздником Рождества Христова я поздравляю всех вас Я желаю всем нам доброго здоровья и созидания Помните о том, что мы призваны к тому, чтобы умножать любовь в наших сердцах Умножать любовь среди нас Умножать любовь в нашем обществе, в нашем Отечестве И этим самым во всем мире Пусть Богомладенец Христос благословит каждого из нас Наши семьи, наше общество, наше Отечество С тем, чтобы песнь, которую воспели ангелы Слава у Вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволении Она была бы воспета и нами От чистого сердца, нами людьми, здесь, на земле С праздником милость Бога воплотившегося Христа Да будет со всеми нами. Аминь Только истинно верующий человек осознает все величие, духовность и радость этого торжества Для православных христиан Рождество Христово – один из самых любимых и великих праздников День, когда открываются сердца и свершаются чудеса Сотрудники телекомпании Бук ТВ поздравляют вас с этим светлым праздником Пусть в этот самый добрый день на земле вокруг царит только благополучие А между людьми будет взаимопонимание, гармония и единство Это праздник светлых чувств и день, когда торжествует любовь Желаем вам в этом году побороть все печали и развеять сомнения Делайте добрые дела, невзирая на день недели, на пару года, жизненные обстоятельства И тогда светлых мгновений в вашей жизни будет еще больше Большого счастья всем и Божьей благодати Я, Ирина Левчук, с вами прощаюсь, с праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин